Президент Италии Джорджи Наполитано в течение двух часов давал свидетельские показания по делу о предполагаемом сговоре государства с мафией. Допрос, первый такого рода в стране, проходил за закрытыми дверями в римской резиденции президента. 89-летний Наполитано ответил на 20 вопросов прокуроров Палермо, ведущих дела, где главными обвиняемыми выступают и боссы мафии Коза Ностра, и государственные чиновники. Один из них, Никола Манчино, в 90-х годах занимал пост главы МВД. Он скончался два года назад, но в распоряжении следствия имеются его телефонные разговоры с Наполитано. Но главным остаётся вопрос, существовал ли в начале 90-х сговор между государством и мафией. Тогда по Италии прокатилась серия терактов. Были убиты знаменитые судьи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Были освобождены из тюрем более 300 мафиози, а другим был смягчён режим отбывания наказания. «Риина, крёстный отец Коза Ностра, который находится в тюрьме, хотел атаковать само государство, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. В этом заключается самый корень расследования палерамских судей. И так как Риина третировал Италию, государство нашлись чиновники, которые передали это самое послание на самый верх», — говорит журналист и писатель Сальво Палацсоло. Из Рима передаёт наш корреспондент Сабрино Пизу. Суд Палермо принял свидетельские показания Джорджа Наполитана. Это стало беспрецедентным случаем в итальянской системе правосудия не только из-за того, что выступил в такой роли глава государства, но и потому, что этот процесс особый. И разбираются тяжёлые преступления. Журналистам в зал был вход запрещён. Официально заявления Наполитана станут известны спустя какое-то время. Субтитры создавал DimaTorzok